Тебя штормит из стороны в сторону Я завелась Пришел, увидел, победил Нет новым знанием Опасная тема Это испанский стык Я замороченная Я пластилин Жизнь радостная, позитивная И я просто не сексуальна Зато жопы есть А вы не могли бы с вами о таком тоне поговорить? Об этом нельзя сниматься Это задолбали вы уже все Бутылка получит по своей камере За навес Кстати, привет Чёртов в блоге Класс, я впервые снимаю внутри метро Че, как дела, как настроение? Хорошее Белый шум Ты у нас поддерживаешь от отечественных Дизайнеров моих друзей Шмоточница вообще Иногда меня пробивают на шмотке, как на любую девочку Но я категорически не могу ходить в торговые центры Потому что кино отбил у меня всякое желание Потому что, ну, когда перед началом съемочного процесса Тебе подбирают художники по костюму Костюмы множество У меня теперь от этого отошли Иногда меня, конечно, пропирает Но больше 20 минут я в торговом центре находиться не могу Тебе социофобия вообще свойственная? Мне всегда казалось, что нет Вот с возрастом я стала это чуть-чуть как-то ощущать Если я нахожусь одна в людном месте, я начинаю теряться Я не знаю, я сразу сутулись, во-первых, моментально Это неконтролируемая какая-то вещь Это происходит неосознанно Я не знаю, почему Я не могу назвать себя неуверенным в себе человеком Но вот существуют какие-то моменты Когда вдруг я так раз в панцирь обратно И мне там очень комфортно и удобно Мне кажется, что меня никто не видит Как это сочетается, твоя такая частичная интровертность С твоей публичной довольно профессией? В компании, конечно, я много болтаю Я вообще, в принципе, очень болтливый человек Коммуникабельная, потому что на съемочной площадке и в театре Приходится коммуницировать с огромным количеством людей Также мне очень хорошо одной Вот когда вообще никто меня не трогает Меня никто не видит Я в пижаме смотрю сериал «Дома на диване» И ем чипсы Ты играешь себе в пижаме, в таком пижамном виде? Ой, это у меня за комфорт Это самое комфортное Что может быть растянутой с коленками Значит, спортивные штаны и огромная футболка какая-то С пятном От Кока-Кока Например Ты пьешь колу? Обожаю Ты всегда стройная и красивая худышка Не стройная, я худая Мне кажется, что это немножко другое Для того, чтобы не быть стройной, это нужно заниматься спортом Я не люблю спорт Ты любишь плавать? И находиться в, не знаю, раздевалке с разными формами? Ой, нет Меня сейчас для проекта попросили подкачаться С таким трудом я это делаю Вот эти все истории А скажи мне, почему тебе так часто Всякие спортивные истории зовут? Это не спортивные истории Начинала ты, собственно, с футбольной истории Коробка Да По крайней мере, сейчас в этом году У тебя выстрелили футбольная опять история Фехтовальная история И если я не ошибаюсь, тоже какая-то водяная история Да, но есть один нюанс Есть один нюанс Только в фильме «Настрие», где мы вместе партнерство с Исланой Конченковой Я сыграла спортсменку Во всяких остальных фильмов нет Ага Этот вопрос мне уже задавали И я сказала себе, что я завязываю со спортивными драмами Я сейчас учусь плавать для проекта Но это как бы сериал Это летняя легкая такая классная история И мне просто нужно красиво с пирса сигать рыбкой Вот я этим учусь заниматься Боишься высоты? Да То есть с вышки, я так понимаю, каждый раз прыгаешь Нет, с вышки я не прыгаю С вышки буду прыгать дублю Я буду красиво вставать, подпрыгивать и красиво заходить в воду Ну и с пирса, если там какой-то общий план, то я буду с пирса сигать в море Это я буду делать сама Так, давай фоткаться, а то мы с тобой здесь заболтаемся и ничего не своткаем Стасия, когда ты последний раз в метро снималась? Я тем летом шла по метро У нас была фотосъемка с моим другом В колготках в сеточку, вот на таких каблуках И в таком, типа, танцевальном, балетном боди И он меня попросил пройтись по вагону И люди реагировали всячески А в метро вообще не хотели пускать, говорили В таком виде нельзя, в смысле, я одета Не прошла фейс-контроль? Да, не прошла Прекрасно Здрасте Кажется, тебя узнали Можешь чуть прислониться? Несколько портретов Вот, не убирай волосы, пожалуйста Нежность еще больше Кайф, пойдем отсюда Коробка Первая твоя большая роль, большая съемка Я смотрел, кстати, фильм классный Я сам люблю футбол Я не люблю футбол Почему? Я ничего не понимаю, я девочку не слушаю И даже после отснятых проектов Ты не увеличила свое знание? Молодец Пойдем, перейдем Мы любим учиться Нет новым знаниям Категорично очень Здесь еще несколько кадров У тебя не слепит солнце? Чуть-чуть А давай мы с тобой поменяемся местами Чтоб тебе в спину это все дуло Какие твои первые впечатления от участия Ну, в относительно большом проекте? Это 14-й год был Я закончила первый курс Меня утвердили в мое первое кино Ну, конечно, я очень сильно переживала Потому что это что-то новое для меня Так как меня окружали такие же молодые ребята-артисты, как и я Скорее, я больше нервничала на премьере Вот это для меня было совсем что-то новое Куда-то приехать, нарядной Фотографироваться Значит, стоять у вот этого, как это, пресс-вола Первая премьера, это очень страшно Самый страшный вот этот момент был Когда уже фильм закончился Свет в зале еще не включили И начались титры Пошла песня там На титрах песня «Ной земси» «Вселенная бесконечна» И вот этот момент, когда зрители захлопали И вот секунда, когда они уже заканчивают хлопать, встают И начинают выходить Вот этот момент почему-то я помню больше всего Одна часть меня говорит «Ах, я сан-звезда, как здорово!» Все пришли смотреть на меня А другая часть такая «Блин, можно я уже просто сяду и буду сидеть на своем кресле» Не все меня поддерживают Там женщины, девушки, актрисы Но я не вижу смысла, в принципе, ходить на премьеры Ну, то есть, ну, просто у меня нет такой цели засветиться Хайпануть, обязательно сфотографироваться Выложить фотографию, подписать ее Ну, то есть, мне это не интересно Я, если хочу пойти посмотреть фильм Я куплю билет и пойду смотреть его в кино с попкорном Вот И с колой? И с кока-колой, конечно же Поэтому я никогда не хожу на премьеры Исключение только мои друзья, как бы, да, у которых тоже премьеры Ну, то есть, к своим друзьям поддержать, конечно, я пойду И к своим близким людям я пойду Фильм «Бык» Мне интересно вот конкретно такой небольшой нюансик Это фильм про определенную эпоху Которая олицетворяет 90-е, показывает изнанку и так далее Как ты думаешь, какой фильм из нынешних олицетворяет нашу эпоху? Есть там период, там, типа, 10-й, да? Ну, то есть, там, от 2000-х до, там, 2010-го года Ага Там есть фильм «Дуклис», есть фильм «Питер.ФМ» Они абсолютно разные, но и то, и то как-то олицетворяет ту эпоху Какой фильм будет в 20-х? Я не знаю, потому что сейчас только 2020 год У нас есть еще 10 лет Но на данный момент, мне кажется, что это фильм-текст Который максимально резонирует с тем, что происходит в нашей стране Как бы грустно это ни было Как бы ты описал наше время? Не знаю, последние шестилетка, семилетка, условно говоря Когда у меня было студенчество, я не особо думала о том, что происходит Я была замкнута в школе студии МХАТ И все, что у меня происходило, это учеба И все, что было за периметром, меня не интересовало Это неправильная позиция Я сейчас, как бы, себе 3 года назад говорю, что так нельзя Пока вот за мной не пришли, меня вообще ничего не интересует Наверное, первый раз я как-то во что-то включилась Это, наверное, вся история с Кириллом Семеновичем Серебренниковым Потому что это коснулось моих близких друзей Косвенно это коснулось меня То есть я поняла, что я не могу оставаться в стороне И не могу быть равнодушной Потому что обижают моих близких людей Я не из тех, кто будет кричать, что нужно валить из этой страны Я люблю свою страну, я люблю свой город Я здесь родилась, у меня здесь родители, у меня здесь друзья Пока мне дают возможность здесь что-то делать Я хочу эту возможность использовать Я могу закрыться дома и каждый день кричать о том, как все у нас ужасно Как сажают этого, убивают этого Мне кажется, что это ни к чему не приведет Особенно в интернете все эти возголосы, они абсолютно бесполезны Это все, как бы, пшик Очень сложный вопрос, я не знаю Супер, давай сделаем здесь кат Чтобы ты куда-то закопалась Да, чтобы ты не копалась И давай чуть голову поднимем Давай еще чуть-чуть ровнее голову Делаем несколько портретов Пойдем? Да Какой у тебя классный принт сзади Сердечко на парашюте Или парашютное сердечко С какой стороны лучше снимать? Вот я перед зеркалом недавно смотрела И делала так И делала так И так не поняла А ты любишь с собой любоваться? Не любоваться, нет Кадры там, да, на сцене Как-то я не думаю о том, красивая ли я в данную секунду А ты вообще красивая? Я себе нравлюсь в жизни Нет, ты красивая? Красивая Красота – это понятие субъективное Для кого-то я тощая уродина Ну, поэтому я у тебя спрашиваю Я себе нравлюсь Близкие люди считают меня красивой Остальное мнение как-то не особо интересно Ты себя ощущаешь иногда такой? Нет Тощей, стрёмной? Нет Вообще у тебя нет таких загонов, да? Они были в школе, я уже это всё пережила и отжила Что у меня нет груди Что у меня тоща и так далее Кстати, да, не рефлексируешь на эту тему Абсолютно Нету желания там что-то вставить Не дай бог, ни за что в жизни нет Если какая-то другая девушка будет чувствовать себя так комфортнее Why not? Кстати, раз мы так затронули тему женской внешности Я не могу тебя про феминизм ничего не спросить Роль женщины, допустим, в современном обществе Опасная тема Я не поддерживаю радикальный феминизм О чём радикализм для тебя? Где у тебя заканчивается грани радикализм? Это всё важно, во всём надо иметь чувство меры Я хочу быть за мужчиной Я хочу, чтобы мне открывали дверь Я хочу, чтобы мне носили тяжёлые сумки В этом плане я такой ретроград абсолютный Но если бы не было феминизма, наверное, я бы не могла работать по своей профессии, как я хочу То есть, конечно, это какой-то очень важный этап Да, он может быть каким-то чуть-чуть истеричным, каким-то нервирующим И в какой-то момент кажется, что этого много Это как-то задолбали вы уже все Учёные считают, что третья волна феминизма будет за мужчинами Они уже будут бороться за свои права, как мужчины Пилишь своего мужчину? Нет Нет? Нет Ну честно? Честно, нет Не бьёшь мозги? Нет А зачем? Мне кажется, что в отношении важен какой-то баланс партнёрский и так далее Я хочу приходить домой, как в убежище, где спокойно, хорошо и какая-то царит правильная атмосфера А чувствовали ли вы, Стася, какие-нибудь ограничения, какие-нибудь рамки из-за твоего пола? Я на себе лично никогда не испытывала этого, поэтому мне не нужно было никогда, к счастью, наверное, бороться за свои права как женщины, но есть другие девочки, девушки, которым это необходимо и они за это борются А есть ли харассмат в русском фильме? Со мной, опять же, не было Никогда, ни в каком виде, даже намёком, полномёком В моём случае нет Наверное, я как-то выстраиваю точно понять границы, или я просто не сексуаль Молодец Выкрутилась Опять же, что если со мной это не случилось, не значит, что этого не существует Скорее всего, наверное, это есть, как и в любой другой сфере Часть из них правда, часть из них хайп Для меня странно, когда голливудские артистки вспоминают события 20-летней давности Да, ты считаешь, что это неправильно? Ну, камон, у вас у всех Оскары Вы хотели эти Оскары, и вы знали, на что вы идёте Кстати, давай уясним для меня в первую очередь, я знаю, что ты касался этой темы Стася, это что? Это Анастасия, это Станислава, это, я не знаю, стратосфера А что это вообще? Это стратосфера Одна женщина мне сказала, чтобы я никому не говорила, как меня зовут на самом деле, чтобы меня не могли сглазить Ты это серьёзно? Да И ты не говоришь? Никто не знает, как меня сглазить, навести на меня порчу, потому что они не знают, Анастасия, я Станислава или просто Стасик Ты реально в это веришь? Да Меня, наверное, много женщин не любят, поэтому на всякий случай, пусть они не знают, как меня на самом деле зовут, пока они в мой паспорт не посмотрят Это ужас! Серьёзно? Дитё 21 века, прогрессивный 25-летний юнош Недавно в какой-то момент мне как-то я опять что-то загрустила, опять загрустила, звучит, как будто я в депрессии Господи, бедный, грустный ребёночек Ну что-то я загрустила, какие-то волнения такие внутри были, я подумала о том, что, наверное, может быть, мне кто-то на меня порчу наложили Стопудово, кто-то узнал, видимо, кто-то запросил твои данные в паспортном столе Я подала этот запрос дальше знакомым-знакомым людям, которые как-то более тонко чувствуют какие-то энергии и так далее, скажем так И мне всё про меня рассказали, и на самом деле никакой порчи на мне нет, просто я сама очень тонко это чувствую Что? Там какая-то тусовка Да, хочешь заглянуть? Пусть я тебе дам камеру, ты просунешь через камеру Ой, нет, это уже вуаризм Ты не страдаешь этим? Нет Не любишь подглядывать? Нет Отлично Кстати, ты говорила, что ты такая нервная, бываешь иногда, расстраиваешься Твои седые какие-то пряди, как ты связана с этим? У меня первые седые пряди Поздравляю В 16 лет А, я думал, сейчас Да это же не обязательно от нервов Не переживаешь насчет этого? Нет, их нельзя врывать Врываешь один, а потом три вырастают Ты как бабка, я все знаю, я гадалка, знаю какие-то эти Господи, откуда такая замороченная в 25? Я не замороченная Ну, по крайней мере, кажется так, я не знаю Ты мне ответь Я не замороченная Нет? Это больше про какие-то энергии, наверное А не про то, что кофе, черная карта Ты будешь счастливой? Это женщина из рекламы Нет Не хочешь перескачивать через забор? Нет Ожидаемо Давайте я здесь посадим Вот туда? Ага Аккуратно Грустная, да, это все? Тонущие лошади Ну и что? Я могу сесть Давай Про БК Я хотел у тебя спросить вообще Каково тебе было сниматься? Каково тебе было работать с Борей? Я очень хотела в это кино попасть Я почитала сценарий Меня это играет Все, я никому не отдам И с этим ощущением пошла на знакомство с БК Потом у нас были пробы По графикам была какая-то возня Второй режиссер из БК Развайнула память и говорила Мы не можем, мы не можем Я говорила, нет И я сама там Начинала что-то придумывать И так далее Чем это тебя так привлекло? Я не знаю Как-то вот мне Эта героиня, Таня Она меня зацепила Своей какой-то болью Какой-то своей Искалеченностью Ты начала себя с ней ассоциировать? Ну, конечно, всегда Мы так или иначе Ассоциируем себя Со своими персонажами Что у вас общего-то С героиней Таней? На самом деле Она какая-то Маленькая, хрупкая девочка Которая просто носит маску Уверенной в себе Такой Железной леди Она очень неуверенная в себе Перекликается со мной Не могу сказать, что полностью Но у меня тоже такие были этапы Кроме количество комплексов Я пыталась их спрятать Спрятать, спрятать Спрятать И носила какую-то маску Просто в какой-то момент Это все мутировалось В то, что я свои комплексы приняла Скажи мне, какой твой самый большой комплекс? Ну, это не комплекс Это просто то, что меня бесит У меня девочка Мне, конечно, бесит Когда что-то всплыло Ну, как бы Это такие мелочи Прыщики Ну, прыщики, да Что, будем замазывать на фотографиях? На фотографиях будем? На видео нет? Все остальные комплексы Мне кажется, я отжила Да нет, правда У меня был большой комплекс По поводу моей груди Моих худобы Это все ушло А если тебя назовут условно Доской Как ты отреагируешь на это? Ну, я явно не Бомейла Андерса Ну, как бы Я все про себя знаю Все про себя понимаю Отрицать я этого не буду Да, доска И что? Ну, что? Окей Стой, я хотел тебя Сфотографировать Вот так вот Немного сверху Мне понравилось Как ты завела И сейчас Не, ну, как бы А что? Ну, доска Я и что? Зато жопа есть Просто ей не всем видно Что тут за добух дал Ставьте Ты милая, что просто Прямо так нахмурилась Сразу Господи Обидели Нет Вообще нет У тебя прям последние два года Выдались вообще Прямо сумасшедшими Один блокбастер за другим Как ты объясняешь это? Да, очень, наверное, Ты сильно хотела Я верю в то, что Мы все притягиваем Я верю в энергию Вот и все И в трансерфинг реальности Вот такие штуки Да, я в это верю Мне кажется, что Какой запрос мы подаем То нам и приходит Так же, как Пока мы не проработаем себя Мы не встретим нужного Какого-то человека Там, да С которым нам будет хорошо Я вот в такие какие-то штуки верю Если мы правильно Как-то посылаем Во вселенную этот запрос Все так и происходит Что ты прорабатывал Внутри себя Чтобы получить Нынешнюю твою любовь Это запрос там отправляло Ну это не Не издевайся В тот момент Когда я наконец-то Приняла свое одиночество В тот момент Когда я Я перестала Я перестала думать о том Что мне нужен кто-то Для того, чтобы не быть одинок Я поняла, что Как бы я Я сейчас спокойно Я в гармонии У меня все хорошо У меня есть работа Мне больше ничего не надо Именно в тот момент Появляется Он Он Города-то вообще Огонь Огонь Спасибо Пока ты сам Прошу прощения А меня жена за морду ругает Я только отращу А вот подумайте о женщине Как ей целовать вам Вы же колючий Поэтому я на стороне женщины Нет Лицо Губы Я на стороне женщины В этом смысле Мы женщины не любим Это все Вообще Каково тебе Когда тебя начинает цитировать По интервью У тебя есть какое-нибудь Такое ощущение Я чего-то добилась Нет Вот когда я в кроссворде Появлюсь Меня будут разгадывать Тогда Тогда будет Ты еще не появлялась Нет Цитата твоя Смысл был такой Что для актрисы Нет ничего такого Недозволенного Ты готова сыграть И все Если это будет тебе интересно И у тебя нет Никаких ограничений В этом плане Я читаю сценарий Мне он нравится Но там есть Допустим Откровенные какие-то сцены И они не несут Никакой смысловой Нагрузки Это просто Красивые тела Там и так далее То есть Никак не двигает сюжет И ничего нам не рассказывает А бывает Потому что Без этого не обойтись Если без этого не обойтись То у меня нет Никаких преград Вот опять же Возвращаясь к фильму Текст Я полностью уверена Что та постельная сцена С Кристиной Асмусом И Ваней Янковским Она необходима В этом фильме Именно в таком формате Грязном Каком-то честном То чувство Которое испытали Все зрители Которые посмотрели Этот фильм Это чувство неловкости Что ты подсматриваешь Чужую жизнь Это испанский стык Это самое правильное ощущение Но не все зрители Оказались к этому готовы То есть Все сразу Вот в этом Нельзя сниматься Начали наезжать Кристина Асмус Ты же мать Все собрались Такие моралисты В интернете Начали хейтить Кристина Асмус Хотя я считаю Я наоборот восхищаюсь Ее отвагой Что она на это согласилась И эта сцена Действительно нужна Такие люди есть Среди нас Ну как бы Которые любят Снимать себя Во время занятий сексом Ты практиковала Такое Вопрос Уже нет каких-то границ Да Ну как бы Это не указывает На какую-то Беспринципность И всеядность Актера и актрисы Нет Все зависит от сценария Которые это будут делать Один из самых таких Запросов Который в гугле Выпадает после Стаси Милостовской Знаешь что? Ты когда-нибудь Гуглила себя? Да И? Ну там была Стаса Милостовская Голая Стаса Милостовская В купальнике Стаса Милостовская Александр Петров И как бы И все Очень похоже на Киру Нэти А это да Ну мне часто это пишут Мне это говорят Я Какое твое отношение К этому? Только положительное А у тебя вот здесь Мое только положительное Да? Ну она прекрасная актриса Ты не испытываешь никакую ревностную Нет Твоя индивидуальность Не теряется от этого? Ни капельки Мы же с ней разные За ней можно подсматривать Наоборот Как раз таки Возможно и Кира Найтни Тоже мне помогла Перебороть свой какой-то Коплекс Потому что Кира тоже плоская Как и я Ура И она этого не стесняется Да, в некоторых фильмах Не подрисовывали Подкладывали грудь Ну как бы Того требовал Наверное персонаж Но тем не менее На всех дорожках Она появляется Супер Вот я такого себе позволить Пока не могу В супероткровенных Каких-то нарядах Декольте Ей вообще плевать На то, что у нее Просто вот так И это круто И снова здравствуйте А блин Как вы относитесь Бози позитиву Бози позитив Самый лучший контрацептив Это Бози позитив Прикольно Хорошего вам дня В трех словах Стаси Милославской Давай В трех словах Неприятное Бывает иногда Можно с пометкой Со звездочкой То есть стать слово И потом Неприятное Иногда Неприятное В чем неприятное Sometimes Ты бываешь стерой Да У тебя ужасный характер Нет Я бываю стервозной Ну как вот вчера Например Я вызвала таксин И меня начал орать таксист Как только приехал Там ситуация И в какой-то момент У меня сразу ведет Переключение Я говорю А вы не могли бы с вами Такому-то о них говорить И в итоге Ему конечно сразу воздалось Это карма Потому что он Что-то у меня наорал И сказал Я с вами никуда не поеду Ну потому что он Правда на меня Начал просто наезжать Я вообще опешила Он стартанул А вот так вот Из-за угла Выехал джип И он резко затормозил И они чуть не столкнулись Потому что он психанул От меня Это было абсолютно заслуженно Потому что не надо так Разговаривать с клиентами Я за взаимное Какое-то уважение Иногда стараюсь Себя сдерживать Не отвечать на зло Злом А как-то отвечать добром Но не всегда получается То есть самый стерозный поступок За который тебе до сих пор стоит Я не помню Я не помню Так Расскажи тогда мне Про второй пункт Я не люблю эти слова Все Какие слова? Типа Жизнь радостная Позитивная Но Я могу ошибаться Но мне кажется Что я транслирую Какие-то положительные вещи Не знаю Мне очень хочется верить Что от меня исходит Какая-то Хорошая энергия Доброго человека Бутылкой получит По своей камере Еще у меня фильм выходит Называется Огонь Огонь Это где вы играете пожарных Там пожарных Да Но я не знаю Но ты не играешь пожарного Нет А кого ты играешь? Как бы девушка Работает как в центре Диспетчер Метеор Мокосмос 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 Короче что-то такое Сложные какие-то В офисе Короче С кем ты там играешь Напомни Моего папы играет Константин Юрь Чехобенский Ага А это кто? Моего возлюбленного Моего возлюбленного Играет Иван Генковский Я тебе понравился Твой взгляд И вообще там хороший Актерский состав Андрей Игоревич Смолев А как ты попала В таком хорошем составе Что там забыла? А это вот Тут он ангел-хранитель Пришел, увидел, победил Все Как получается так? За счет каких качеств? Я не знаю Кроме эзотеризма Транссерфинга Реальности Я никого не пытаюсь Играть Помню там были Какие-то звонки Моему агенту Что ваша Стася пришла Там то ли лохматая Я прихожу всегда Вот так Потому что я Артистка Ты сейчас ненарядная? Ну как бы нет Просто Я пластилин Вы можете со мной делать Все, что хотите Вы можете придумать так Вы можете придумать всяк Почему я изначально Должна приходить на пробу Подстраиваться под вас У нас есть такая тенденция Отталкиваться от типажей В кино Ну то есть типа Ты у нас блондинка Значит ты будешь Типа блондинкой Которая будет как бы бегать Ты у нас брюнетка Ты страданец Ты героиня там Ты полненькая Значит ты будешь Какой-нибудь дурнушкой Что делают в этот момент В Голливуде В Голливуде берут Марго Робби Идеальную голливудскую Красавицу Блондинку С такими белыми зубами Ну то есть Роскошную Что они против всех Она говорит полную Она настолько некрасивая Настолько уродливая Но ты видишь сразу Что это работа Актрисы над ролью Работа художника по костюму Художника по гриму Сценаристов Режиссеров Всей команды Которые потратили на это время Много времени Потратили на это деньги Скорее всего много денег Чтобы создать этот образ Воплотить его И чтобы это все Ну как бы работало У нас проще оттолкнуться От типажа От того что мы уже имеем И это вот мне кажется Не движение вверх совсем Ты готова перевоплотиться В уродину Я готова перевоплощаться Дайте мне эту возможность Быть какой-то уродиной Неприятной Я могу Ну как бы Не надо воспринимать Мне просто как Вот и все У меня в институте Такое было Я репетировала там В спектакле По Чехову Без отцовщины В какой-то момент Мне педагог наш сказал Давай ты не будешь Больше репетировать Ты не мать Ты не можешь играть мать И мне это так прям Я поняла что Я ничего не понимаю Я ничего не умею Наверное я могу быть Только девочкой Дюймовочкой Почему кто-то на меня Накладывает ярлык Я могу все Изначально В театральной Как набирают Я завелась Все Я тебя обожаю Всем пипец Это у нас Герои Это у нас Характерная Это у нас Герой Любовник Ну это неправильно Ну это неправильно Мне кажется Это какой-то Мафталин уже Потом ты переходишь В театр И играешь совершенно Другие роли У тебя рос кстати Долго Все время думала Что я 168 Пока люди Когда спрашивали Мой рост Я говорила 168 Да не Я 168 Начиналось Вот это вот Я тебя выше Я говорю Ну хорошо Значит 167 Потом я говорила Где-то Что я 167 И люди говорили Да не Я 165 Как ты можешь быть 167 И в итоге Наверное 165 Как я сейчас Поняла Если пока Не найдется Человек Который скажет Да не А ты не пробовала Трашно Нет У меня весов Дома нет Ты не знаешь Сколько ты весишь Ужасно Нет знаю Но не скажу Имя не знаю Вес не знаем Рост непонятен Скажите Ты какой-то Человек-фантом Я стратосфера Ты же Мы с этого Начали Меня так позабавила История Я хочу Это на камеру Сказать Как ты еще Будучи Ученицей Мхатами Написала Я тебя боялась Я думала Что ты знаешь Наверное Такой тип Фотограф Который Типа Да детка Я реально думала Что ты такой А ты оказался Совсем другим Таким тоже Лучик Я думаю Блин Надо Стасе записать Выпуск Что-то там Предложить Написать Я такой захожу Смотрю Охренеть Сама Милославская Мне Когда-то писала Ебать Вот это Круто Молодец Это я доросла Да И ты такая Прямо Через три года Блин За три года Ты прямо Молодец Сериал Колл-центр Пошла достойная Череда русских сериалов Довольно качественных Крутых За фильмы Некоторые стыдно За сериалы В большинстве Ну то что сейчас сняли Ну платформы Они у нас сейчас Начинают куда-то двигать В правильную Какую-то сторону Ну просто на платформах Больше свободы Там можно поднимать Какие-то важные Актуальные темы Например Как вот Последний сериал Которого я полным Остарги Это Чики Конечно же Эдуарда Аганесяна Если ты смотрел Нет я еще не смотрел Посмотри Я не вспомню Наверное до Чик Вот из таких сериалов Которые производили Такое же крутое Какое-то впечатление Был наверное Вот колл-центр Звоните Ди Каприо Ну домашний арест Тоже Но как бы Это как бы Больше в другом жанре Все Не было больше сериала Может я что-то не видела Не знаю Можете писать в комменты Я не права Там Это все Поэтому Чики Это абсолютный успех И так радостно Становится в эти моменты Что у нас Такое появляется И на телевизоре Конечно же Этот сериал Невозможен Потому что там Поднимаются такие важные темы Как домашнее насилие А сейчас его Почему-то Какие-то сумасшедшие люди Начали прессовать По поводу Что Того Что там Якобы Есть пропаганда ЛГБТ Там ничего этого нету И вообще Не верю В пропаганду ЛГБТ Расскажи мне про это Вообще Твое отношение К ЛГБТ Я абсолютно спокойно Отношусь ко всем Вот и все Мне кажется Все право имеют На любовь И так далее Меня К тебе Когда-нибудь Подкатывала девушка Нет Правда Что-то так Что Я могу быть интересна Нет ни разу Ко мне никогда Не подкатывала девушка Но если бы такая ситуация Случилась Наверное Я нашла нужные слова Сказать что Нет Я не верю В пропаганду ЛГБТ У нас почему-то Такое ощущение Что нам не с чем бороться В стране Что мы вечно боремся С пропагандой ЛГБТ У нас столько есть проблем Которые нужно решить Рубрика Александра Петров На чем И ушла Расскажи мне про фанаток Саши Они меня не любят Все Все что нужно о них знать Как неожиданно Они думают Что я пиарюсь За счет него Ты не пиаришься За счет него Нет Окей Разобрались Ну как бы Я существовала И до него Поэтому Не то что Из грязи В князи Знаете Кстати Кстати Вот скажи мне Пожалуйста У тебя нету Такого комплекса Что вот он А вот ты Это хороший вопрос Спасибо Второй хороший вопрос Это правда хороший вопрос Потому что Конечно В какой-то момент Меня посещали такие мысли Честно Но Потом В какой-то момент Ну как бы Саша мне в этом помог Тоже И я как-то Сама с собой разговариваю Понимаю Блин Это какие-то вообще Не то Не то О чем нужно думать Я была Я есть Как бы Я в профессии У меня есть образование Теперь-то у нее попрет Типа ее пропихивают И так далее И я думаю Ребята Я снималась Три года назад В этом Просто кино Как бы делается Ну как бы Не пять минут Но у людей Но у людей Это все Они таких Еще не понимают И поэтому Я думаю Что все мои Последующие фильмы Которые будут выходить Все будут Приписываться Тому Что Меня Удачно Пропихнули Доказывать Кому что-либо Бессмысленно Со стадом Бороться Это Нервы тратить Зачем Пусть думают Как хотят Я-то знаю Правду И люди близкие Мои знают Правду Супер У меня сейчас Наздел Вот прямо Третий гениальный Вопрос Не уходи Здесь классный свет Смотри Бывали Например Ли В твоем случае Что тебе наоборот Мешало То что ты Общаешься Близко с Петровой Вообще никак И ты не ощущала Такое Мне не нравится Артист Петров Поэтому артистку Милославскую Я на пробы не позову Но это нужно быть Мы матом ругаемся Здесь Обязательно А можно Нельзя Ну это с долбоебом Просто нужно быть Вот и все Поэтому Ну Истерпывающе Так Давай здесь Несколько портретов Мне наконец-то Причудилась Локация Где это можно сделать Вот Класс Стасим Мне нравится Мне нравится Все что здесь происходит Сейчас А давай-нибудь Обопремся Об эту штуку Чуть-чуть Можешь Развернуться Немного правым Только не такой Сердетое лицо Я конечно понимаю Тему затронули больную Расскажи мне Про случай Когда ты сталкивалась С народным гневом От фанаток Собственно Саши Такие Такие Самые Они все Смелые Только в интернете Вот в том-то и дело Ты Кадюк Они еще пишут Не знаю Некоторые Поскольку они совсем маленькие Они пишут С ошибками С ошибками Да Или они в комментариях Пишут мне Ты там Сука В комментариях Я открываю Там реально Типа Ребенку Двенадцать лет Вот берите у детей Мобильные телефоны Зачем Зачем Так рано Просто Это все Жизнь никак Ну только взгляды Какие-то Давай здесь делаем С перспективочкой Давай чуть Вот здесь Аккуратно Чтобы сильно Не запачкаться Чуть-чуть Голову поднимем Отлично Все Погнали дальше Смотри Какая классная ниша Давайте я здесь Вставим Мы в гимназии Грибоедова Чем-то Саша тебе помогает В артистическом плане Вы советуетесь Ну да Ну конечно Он человек Поопытнее И поболее Меня Работает В кино И в театре То Конечно Я этим пользуюсь Ну В хорошем смысле Например Какой например Последнюю роль С ним разбирали Твою Не ну не то Что мы роль Разбираем Нет Мы просто В каких-то вещах Советуемся Там стоит Нужно ли В это идти Не нужно То есть он тебе помогает В организационных вопросах Не только Нет Ну просто Ну в том числе Ну там бывало Что я ему читала Пьесу например Которую в театре Да Мне нужно будет играть А как это делать То есть там Где-то головой Интентивно Я понимаю Да Что от меня требуется Сыграть не могу И мы пытались Как бы все это Разложить по полочкам Подкладывали Какие-то другие смыслы Какие-то другие истории Ну то есть Ну конечно Помогали Помогает мне Термолова Олег Евгеньевич Расскажи мне Про всю эту историю Какой роль вообще Театр играет Как вы вообще Вот с твоим Съемочным графиком Да я полгода Я когда Песаро снималась Год назад Ну год будет Ну ты сейчас В чем-то еще участвуешь Ну сейчас только поеду Ну это первый большой проект За год Расскажешь что это? Пока нет Хорошо Давай театр 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 Нужен Необходим артистам Это то место Куда ты можешь приходить И оттачивать Своё мастерство Театр Он научит работать На длительную дистанцию Так как в кино У тебя есть Возможность Отрепетировать Потом там дубль Потом еще дубль Потом подснять Там отрезаться И так далее То в театре Играет спектакль У тебя такой возможности нет Ты каждый спектакль Бросаешься То есть как в открытый космос Выходишь И не понимаешь А как сегодня будет И у тебя нет возможности сказать Так стоп Давайте еще раз Заново Зановес Ну то есть как бы Такой возможности нет Театр конечно дисциплинирует Потому что Киношные артисты Они все очень избалованные Ну не все Не всех под одну гребенку Не буду Но они избалованы Знаете то Принесите то Где это В театре с тобой Никто бегать не будет Это дисциплина Ты каждый день говоришь Один и тот же текст Он в какой-то момент Начинает надоедать Потом открывается второе дыхание Ты что-то начинаешь чувствовать Что-то начинает происходить Поэтому это нужно Это как Мне кажется Бегунам Нужно Бегать Ну вот Какую-то дистанцию пробегать Вот так и театр То есть в общем Это тебя держит в форме Окей разобрались Да Чем ты отличаешься От других артисток Расскажи мне Я не знаю Ну хорош Я не знаю чем Ну За что тебя берут Кроме внешних Симпатичных данных Значит есть какие-то способности Какие-то актерские способности Какие В чем хороша Стасия Милостасия Я пока только Мне кажется Все еще делаю первые шаги Я попробовала себя в большом кино Я попробовала себя в жанре комедии Попробовала себя в драмах Ну то есть Мне все это интересно Я за то, чтобы развиваться во всех жанрах Пробовать себя везде Что будет моей какой-то Каким-то моим козырем Покажет время Так Мне нужен небольшой перерыв А то у меня сейчас башка лопнет От этой А это жарко И еще она дарит Не жарко, она жжет Я тебе предлагаю такую рубрику Ты можешь взять допустим Вот эту камеру И задать себе Несколько вопросов Если бы ты была Ведущая этой передачи Что бы ты у себя спросила Какие бы три вопроса Я бы себе не задала Давай вот так Такую рубрику Можно Вот если бы я была Ведущей ко мне пришла Стаси Милославский Я бы не спросила у нее Как тебе удается Держать себя в такой форме Это вопрос номер один Что ты выберешь Театр или кино Это второй вопрос Который я бы не стала Себе задавать Как ты справляешься Со своей медийностью Вот почему-то все думают Что я там Медийная какая-то Не езжу в метро Ты не медийная? Я езжу в метро Ну как бы И что, метро не подходят? Нет Малолетки Неужели нету Каких-то новых Интересных Как ты задаешь, например Кстати, давай Знаешь что Призовем твоих подписчиков Чтобы они посмотрели И подписались Хорошо Как хороший блогер Эй, йоу Всем хай Эй, йоу Меня зовут Стаса Вилославская Заходите на канал Георгий за кадром Георгий за кадром Кстати, Георгий сейчас За кадром Свайпайте вниз Свайпайте вверх В диагональ У тебя была очень забавная история С поступлением в хат И в частности Была С последним словом Табакова Который по сути Тебя выручил Можно сказать Это мне приснилось Я не знаю Но мне кажется Что так и было Я отчетлива Но мне кажется Голос Олега Павловича Нельзя перепутать Ни с каким другим Я каким-то чудом Оказалась За дверью Возле аудитории В которой проходило обсуждение Я слышала голос Олега Павловича Что говорил Что на Новославскую Надо брать Хорошо Давай пофантазируем И подумаем Если бы Не Этот голос Если бы тебя не взяли Я поступила К Константину Аркадьевичу Райкину Днем раньше Поэтому я бы училась У Райкина Ага То есть у тебя был план Б Ну как бы это Да Я поступила К Константину Аркадьевичу На следующий день Я поступила В школу Судинка Поэтому выбор был То есть ты в любом случае Себя вот Только в актерстве Да У меня в театральной студии Была моя педагог Меня зовут Любовь Александровна И она на всех Отговаривала от поступления В один процент Что это будет успех Но сказала такую фразу Которая я запомнила С подросткового возраста Она сказала Либо театральный Либо камень на шею и воду У вас не должно быть Если у вас есть запасной вариант Вы не артист Вот так радикально Наверное Но Как-то в меня это попало И я подумала Ты согласна с этим? Ну В буквальном смысле Конечно Не надо пойти топиться Но Я бы пробовала дальше Пробовала бы На следующий год поступать А чем? Зачем? Почему? Откуда такая любовь? Не знаю Это случайно В подростковом возрасте Я решила пойти в театральную студию Прикола вместе с подружкой То есть моя одноклассница Мы пошли в театральную студию И как-то так получилось Что я там задержалась На 6 лет То есть мне стало Это очень интересно Неожиданно Я не из театральной семьи Ну и с творческой Но не из театральной Ну Как-то вдруг Мне это стало интересно И раз А потом бац Уже Конец 11 класса Надо определяться У тебя отец Насколько я помню Музыкант Мама Музыкант Папа закончил Консерваторию Очень хорошо владеет Фортепиано Я помню Что в детстве У нас такое развлечение Бывало Там по телевизору Была какая-то реклама И там какая-то мелодия была Папа моментально мог ее сыграть Он ее один раз услышал Сразу мог подойти Открыть И раз-раз Аккорд-аккорд Ага И сыграть Ну то есть Прикольно В этом деле Профессионал А мама Училась на факультете Прикладной математики Но тем не менее В молодости И моделью была И в клипе Андрея Разина Снималась Знаете Ну то есть И в мюзиклах Каких-то Были модельные мюзиклы Каких-то там Принимала участие То есть Тоже Творческая Такая натура Как они относятся К тому Что ты делаешь Очень хорошо Да Мне кажется Они очень рады Что я независима Что я Занимаюсь Любимым делом Мне кажется Что Наверное Мною можно гордиться Мне кажется Думают Да У нас состояние На 20 Какое у нас сегодня 9 июля Да 20-го года Ты считаешь себя Счастливой Сейчас стоявшейся Актрешей Я считаю себя Счастливым человеком И все Да Это в самокупности Просто Я счастливый человек Потому что У меня есть любимая работа У меня есть любимые люди А что еще надо Я здорова Я через 3 дня Улетаю на русский курорт В Геленджик Как можно не радоваться Особенно Последнего факта Это прямо Когда откроются границы Куда ты в первую очередь прилетишь И почему Я хочу в Нью-Йорк Я была там Перед Новым годом Первый раз в жизни Это была моя детская мечта Бывать в Нью-Йорке Потому что Мы все его видели В кино В многочисленных сериалах Я хочу полететь в Лос-Анджелес Побывать там Опять во всяких Типа Универсен студио Съездить в парк страшных Актрекционных Это называется Сексфлекс Это моя мечта Вот А оттуда Ухвануть на Гавайи Ну это мечта Очень хочется на Гавайи Неплохо Никогда там не была Я была в Лос-Анджелесе В Нью-Йорке А больше нигде в Америке не было Отлично Будем ждать В инстаграме твоих фотографий На Гавайи И всяких Вайкики И как там Пляжей Да-да-да Да И желаю тебе Спасибо большое Это было классно Стасия мила Стасия Что? Я сейчас ее подниму Я не мусорю Я просто чтобы Обняться И потом ее подниму Спасибо Классно Зафиксируем Стасия Я не мусорю Супер экологичная девушка